Трасса Харьков-Волчан с государственного значения. Капитальный ремонт на ней не проводился десятки лет, сетует глава района Виталий Мирошник. У нас сегодня проведены работы на четырех участках. Первая при въезде в район, более километров. Второй участок, на котором мы сейчас с вами находимся, это через село Шестаково проходит часть. Третий участок дороги, на котором также сегодня проведена замена асфальтного покрытия. Дорога, которая проходит через поселок Старый Салтов. И четвертый участок, где сегодня уже закончены работы по укладке асфальта, село Заречное. Полностью планируют заменить асфальт на участке дороги от села Бугаевка до Волчанска. Также проходят работы по укреплению обочины. Трасса Харьков-Волчанск особенно загружена в летнее время. Ежедневно в район приезжает порядка 20 тысяч отдыхающих из Харьковой области. Поэтому состояние дороги важно прежде всего для безопасности отдыхающих, подчеркивает Мирошник. Финансируется этот объект из двух джерел финансирования. Первое джерело – это государственный бюджет по программе развития мережи дорог и митные деньги. За счет сверхплановых таможенных сборов на ремонт трассы предусмотрели 11 миллионов гривен. Еще 52 миллиона нашли в государственной казне. Из областного бюджета на ремонт коммунальных дорог в районе выделили около 5 миллионов гривен. Это плод той же реформы децентрализации, той же инициативы президента. Мы говорим о том, что сегодня разденены полномочия по дорогам государственного значения, местного значения. Появились новые перспективы, появилась вера и надежда на то, что мы сможем делать дороги не только государственного значения, но и местного. Полностью заменить покрытие планируют на 10 километрах трассы Харьков-Волчанск. Юлия Белая, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».